Они протестуют против... У них там пять требований, видно. Причём мало кто замечает, хотя Гонконг об этом откровенно говорят, эти требования – это один к одному калька с требований Чёрных пантер, с того движения, которое было когда-то в США, и самым известным была Анжела Дэвис за свободу, которую мы страшно боролись. Да-да-да. Чёрные пантеры были, конечно, ещё той организацией, надо сказать, и, по сути, это была анархистская организация, которая, с одной стороны, говорила, что свобода превыше всего, и те же самые требования, что любые арестованные протестующие, если они протестуют за свободу, за свои права, они должны быть отпущены, если они там никого не убили. Чёрные пантеры, в принципе, шли по верному пути троцкизма, и они предусматривали насилие как один из способов решения проблем. Но это была довольно забавная история, что мы-то можем применять насилие, но вы нас не трогайте, потому что мы за свободу его применяем. И вот эти, кстати говоря, и очень много сейчас в Гонконге идут разговоры про опыт американского протестного движения, потому что есть такая, ну, не иллюзия, а, в общем, реальность, то, что чернокожное население Америки в ту эпоху, сплачиваясь в такие союзы, оно отстояло, как считается, свои права. Это сложный вопрос, просто насколько именно этот фактор повлиял на введение абсолютного равенства и недискриминационной политики в США. Там, скорее, просто сама вся история подводила к этому. И, как мы знаем, история закончилась тем, что сегодня понятие дискриминации в США – это самое страшное, что, может быть, на любой автобусной остановке висит такое объявление, что там наша автобусная компания придерживается недискриминационной политики. И, что бы это ни значило, в любом случае, вот каждый должен заявить, что это не дискриминация. Вот, как ни странно, вот этот опыт борьбы за недискриминационную политику американскую, он переносится, в том числе, и на Гонконг. Довольно интересная история в том плане, что откуда… Да-да, простите, а в чём дискриминация в Гонконге? По отношению… То есть, Гонконг должен, как утверждается, пользоваться абсолютно демократическими правами, не меньшими, чем во всех других странах мира. Это довольно интересно. Они не могут себя сравнивать с КНР, потому что КНРовцы пользуются меньшими правами, строго говоря. А, то есть, они не меньшими, чем любая провинция Китая. Да. Тогда было всё более-менее понятно, чем во всех странах мира. И они, конечно, главный лозунг, который они сейчас выдвигают, это то же самое, что выдвигали «Чёрные пантеры», прямые выборы. Я думаю, что в США прямых выборов нет, там через выборщиков идёт. Здесь, в Гонконге, тоже через выборщиков. И выборщики, как считается, назначаются властями КНР, на самом деле они тоже выбираются. И поэтому, мол, невозможно осуществить свои демократические права. Здесь вот я просто сравнил как-то требования, которые выдвигали «Чёрные пантеры» в США и гонконговцы. Они скопированы. Это не то, что они похожи, они скопированы один к одному. И это довольно интересно, потому что вообще «Чёрные пантеры» – это локальная история в США. Они сыграли большую роль, конечно, в истории США, но не так, чтобы в Азии их опыт кто-то знал, изучал. Это только специалисты знают. И вдруг это проявляется. Что, как говорится, намекает. Ну и во-вторых, что я обращу внимание, «Чёрные пантеры» проблема была в том, что все их требования были непереговорными. Полная свобода и демократия. В США была свобода и демократия. Просто, по сути дела, под лозунгами недискриминации пытались продвинуть лозунг, что, наоборот, те, которые борются с дискриминацией, должны бороться большими расширенными правами, чем все остальные. Вот это как раз то, о чём сегодня многие говорят, как бы, по-английски называется «over non-discrimination», то есть слишком большая недискриминация. Да, вы знаете, что там суды в основном решают в пользу как раз… Ну да, в обратную сторону. В обратную сторону, да. Ну вот это, опять-таки, это издержки вот этой борьбы. В Гонконге вся та же самая история, но там есть вещь, на которую не могут, конечно, власти пойти, КНР. Это абсолютная свобода, демократия и, по сути, независимость от КНР. Сейчас многие очень говорят, что КНР не предпринимает усилий, не предпринимает даже прямых намёков, что давайте сядем и договоримся. Во-первых, я не думаю, что это так, потому что, насколько я знаю, посланники от региональных, от центральных правительств КНР всё время присутствуют в Гонконге, внимательно наблюдают, пытаются понять, с кем переговаривать, но пока не могут найти этого.